Микс Ньюс Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Пеков, студия Радио Болтком. Это программа «Культурная среда» в рамках ежедневного разворота. Программа, которая посвящена классической музыке, популяризации классической музыки. Её ведущая Елена Привалова и Эпштейн. Добрый день. И сегодня в нашей студии композитор, руководитель Рижского фестиваля Артур Смаскотц. Здравствуйте, Артур. Добрый день. Ну, вот, наверное, мы по традиции начнём с программы. Что интересного можно будет поуслышать? Какие концерты, какие мероприятия? Да, начнём, как обычно, нашу культурную среду с афиши. И сегодняшний гость у нас не случайен, потому что в конце афиши как раз будет анонс Рижского фестиваля. Ну, а сегодня, 29 мая, я приглашаю всех на свой концерт. Я играю в Домском соборе. Сольный концерт из музыки Иоганна Себастьяна Баха и Фельгса Медельсона Бартольди. Это два моих самых любимых композитора. И приглашаю сегодня в 19 часов. Завтра, 30 мая, у нас есть два концерта. Один благотворительный, по традиции, в церкви Святого Павла концерт, но не органной музыки. Будет выступать замечательный гитарист Владимир Кудрин. Он исполнит произведения от эпохи барокко и до 20 века. И там будет и Бакерини, и Вивальди, и немножко Баха. На гитаре? На гитаре. В 19.00. Да, и на гитаре Баха, то есть что из... Это лютневый репертуар, который сейчас переиграют с удовольствием на гитаре. Ну и, конечно же, будут произведения, написанные специально для гитар, это дедеско и дьявольское капричо, поэтому музыка очень интересная. А в камерном зале ВЭФ будет выступать ансамбль Вотчелла с новой программой Ода Лету. Замечательный концерт в камерном зале 30 мая. 31 мая у нас также два концерта. Энди Резголе, сопрано, отмечает свой день рождения в Риге, Слатвии, Шубе, Дрибас, Намс. Вместе с ней будет выступать Эдгарс Тамшевич с фортепиано и Мартинш Звигулис, тенор. А в ВЭФе в камерном зале у нас будет русский народный оркестр Садко и замечательная программа из русских композиций. 1 июня начинается летний фестиваль в Дзинтере, хотя это не Риге, но я думаю, что до Дзинтере Рижане все с удовольствием доезжают. Открытие музыка Раймонда Пауса, который и представляет этот концерт, играет на фортепиано, и Латвия с радио Big Band. В программе музыка самого Раймонда Пауса. Все билеты проданы. Все билеты проданы, но анонсировать мы все равно должны. А вот 2 июня у нас несколько концертов. Благотворительный концерт Церкви Святого Павла, и я настоятельно рекомендую прийти посетить этот концерт. Выступает московский органист Владимир Скомарохов. Это юный органист, он еще учится на 2 или 3 курсе консерватории. У того же педагога, что училась я, Наталья Николаевна Гуреева. И это восходящая звезда. Он лауреат всех органных конкурсов российских, постоянно ездит на международные. И действительно такой органист, который в юном возрасте покорил этот грандиозный инструмент. И он исполнит и виртуозные произведения, и грандиозные, такие масштабные произведения Баха. Потрясающий концерт. Вот 2 июня в Церкви Столу Павла в 14.00. Благотворительный за пожертвование. В Церкви Святого Яна, Яне Базница, Ольга Пятигорская сопрано и Илза Рейна со своей традиционной программой «Аве Мария» 2 июня. Там вход по билетам. И в малом зале «Дзинтере» будет концерт программы «Родившиеся в Латвии». Марина Ребекка сопрано и Андрей Асокин фортепиано. И самое главное – это музыка Сергея Рахманинова. Романсы и прелюдии для фортепиано. Мне кажется, это очень хороший концерт. Я бы с удовольствием сама посетила. 3 июня в Риге выходной. Это понедельник. Все работают. И концерты только, наверное, для туристов. В 12 часов в Домском соборе будет играть Илона Бирдели. Замечательная латвийская органистка. А вот 4 июня концерт в рамках Рижского фестиваля. О котором уже нам расскажет наш замечательный гость, композитор, классик Артур Маскоц. 4 июня. Это 20 часов вечера. И надо сказать, что все концерты нашего Рижского фестиваля начинаются в 20 часов вечера. Это Дом Конгрессов в самом центре Риги. Такой очень интересный концерт. Интересная, я бы сказал, творческая встреча. Знаменитого концерт-габау джаз-оркестра. И нашего латвийского радио-биг-бэнд. Это наш оркестр под управлением Карлеса Банага. Они будут встречаться на одной сцене. Будут играть и джазовые стандарты, и свои новые произведения. И произведения наших латвийских молодых джазовых композиторов. И я думаю, что это будет творчески интересно очень. Поскольку концерт-габау – это такой бренд на весь мир знаменитый. Это один из самых-самых лучших концертных залов мира. И, конечно, он известен, во-первых, благодаря своему фантастическому симфоническому оркестру. Это академический концерт-габау Королевский оркестр, который тоже выступал в Риге под управлением Мэри Саянсона. Но сейчас приезжают джазовые музыканты, которые работают в том же знаменитом зале. И вот такая встреча будет у нас 4 июня. Я просто хочу добавить, что дирижером как раз-таки концерт-габау является американский джазовый барабанчик, который работал, по-моему, чуть ли не с Каунтом Бейзи. То есть там какие-то совершенно... Очень, да, очень, да. Да, и вот его пригласили специально возглавить этот коллектив. И, в принципе, это должно быть действительно очень такое интересное. Я думаю, что это будет очень-очень высокий исполнительский уровень, конечно, в джазовом стиле и в джазовой эстетике, но там самые-самые-самые передовые музыканты играют. И я думаю, что нашим надо просто держаться, это как матч будет, это как в джазе, когда встречаются музыканты с разных стран, с разных поколений, разных школ и создают вместе что-то прекрасное. Артур, а вы как композитор, какое бы место выделили джазу? Насколько джаз ближе к классике или все-таки к популярной музыке? И то, и другое, поскольку джаз всегда являлся, как бы он выходит из самых простых слоев общества Америки, когда мы помним, как создавался джаз, да, и где звучал джаз. И в самых каких-то, может быть, таких, ну, маленьких кафе, маленьких ресторанчиков. Но он вышел и на самые-самые такие… Ну, то есть он вышел из низов, из народных. Да, да, да. А вот сейчас это больше элитное искусство, как классика, или это больше популярная музыка, как вот поп-культура? Вот вы как бы отнесли? Я все-таки сказал бы, что это не совсем поп-культура, что это очень-очень интересные, очень высокого уровня требующие такие произведения. Конечно, там внутри очень разные течения. Есть какая-то музыка, которая больше идет в сторону поп-культуры и в сторону такого развлекательного жанра, что само по собой не является ничем плохим, да. Но есть очень интеллектуальные и очень такие, я бы сказал, авангардные композиции, которых, может быть, и специалисты сразу не оценивают, что там происходит. А вот как вы считаете, фактически, получается, джаз раньше был народной музыкой? То есть, получается, культура того времени была выше? Или просто джаз настолько трансформировался, что он сейчас не является вот такой поп-культурой, как был в момент зарождения? Я думаю, что второй из ваших позиций, потому что джаз как-то такой очень, как такой, он себя выбирает все самое передовое и много таких инструментальных принципов, и много таких каких-то новых приемов и новых приемов композиции, и там уже трудно иногда вот эти границы расставить. Но мне кажется вообще, что это очень интересно, когда в искусстве невозможно поставить границы какие-то четкие, что вот он как-то трансформируется, он как-то несет нас за собой, как слушатели, да, и заставляет нам думать просто и слушаться в это. Кто приходит в джаз? Классические музыканты или какие-то самоучки? Как вы считаете? Там какая-то своя публика есть. Нет, я имею в виду не публика, а именно исполнители, исполнители. А это должно быть в крови. Раймонда Пауза очень простой иногда, такое определение, он говорит, ну если он вот как бы из той расы, которая в Америке, то, что у них какое-то особое чутьё к этому, да, ну я не знаю, может быть так и есть, потому что в блюз играть, это надо чувствовать как бы спинным мозгом, да. То есть научиться невозможно? Что-то можно научиться, но всё-таки должно быть какие-то, какая-то, не знаю, инкарнация. ДНК какой-то, да. А вы когда-нибудь включали в свои произведения, это у вас и симфонические произведения, и балеты, тем более танцевальная музыка часто близка к джазу. Вы когда-нибудь включали в свои композиции джазовые элементы? Мне недавно об одном моём произведении, которому уже больше, чем 20 лет, это «Кончарто Гроссо», такой для струнного оркестра, его играл в Риге опять такой знаменитый, приезжал к нам шведский камерный оркестр «Модерн», это было в Цессис, да, это совсем недавно было, только середина апреля. И вдруг латышские критики написали после этого блестящего исполнения, что вот шведы открыли по-новому вот это моё произведение, поскольку серединка там звучала, как джаз. Фуга звучала, как джаз. И фуга звучала, как джаз, но они сыграли с таким каким-то воодушевлением и с такой необычной ритмической экспрессией, что, может быть, я так сам удивлялся. Действительно, я это так написал. В общем, дорогие друзья, 4 июня мы приглашаем вас на концерт Гебао, джазовый концерт в Дом Конгрессов. 4 июня это фестиваль, Рижский музыкальный фестиваль. И у нас в гостях художественный руководитель Артур Маскоц. Расскажите нам, какие ещё концерты предстоят в рамках этого фестиваля? Ну, во-первых, надо, конечно, уже вспоминать то, что только что было, это Иерусалимский симфонический оркестр, концерт, у которого открылся фестиваль. Это было 26 мая, концерт имел очень большой успех. И главное, может быть, мы впервые в Риге услышали этот хороший очень оркестр, потому что чаще у нас был израильский государственный оркестр под управлением Зубинометы. И они будут и в конце августа в фестивале Рига-Юрмала. Но сейчас приехал Иерусалимский оркестр на наш фестиваль. И там открытие было, конечно, пианист, восходящая звезда, молодой пианист Израиля. Ему всему 19 лет, и он играл третий концерт Бетховена. Это было прекрасно. Это было просто прекрасно. Еще там звучала в программе музыка Роменда Исона Бартольде и Брамса. Но для меня как-то вот особо сильное впечатление оставил этот молодой пианист, который действительно истинный талант. Ну, а дальше мы уже тогда движемся в фестивале, который, по карте фестиваля, который представляет 13 июня, тоже 20 часов вечера, в Большой Гильдии, концерт Латвийского национального оркестра под управлением главного дирижера Андриса Поги. Он известен сейчас, он работает и с западными, и с российскими коллективами. Очень-очень хороший дирижер. И там очень-очень хороший солист. Это Антон Лиховский. Это пианист русской школы. Учился он в Петербурге, но сейчас уже какие-то лет 15 или больше он живет в Лондоне. Очень любимый латвийской публике пианист. И он очень сильный как раз в романтическом репертуаре. И в этом концерте мы договорились с Антоном, что он будет играть второй футепианный концерт гиста. Это давно не звучало в Латвии, это произведение. Так же, как давно не звучало третьей симфонии Рахманинова, которая во второй части этого концерта будет. Оба эти романтические произведения и очень такие, очень эмоциональные. И я ожидаю от этого концерта очень многого. И там еще будет «Свита Карелия» Жанас и Белыйус. Это 13 июня? 13 июня, да. Скажите, пожалуйста, когда вы составляете программу и приглашаете музыкантов, вы просите исполнить какое-то произведение? Или все-таки они предоставляют произведение, и вы выбираете? Как когда? Иногда мы обговариваем сразу, что хотелось бы того и того. Ну, если приезжает солист, то, конечно, мы думаем, как это соотносится с другой программой, как эти произведения будут как бы в каких-то отношениях между собой. И это ясно, что это очень романтическая программа 13 июня. Но романтизм ференцилиста очень отличается все-таки от позднего романтизма Сергея Рахманинова. И, конечно, мы договариваемся с дирижером. Дирижер видит тактику оркестра в тот момент, он видит, что сейчас оркестр нужнее, что им сейчас надо сыграть. И всегда это какой-то такой общий... Рабочий процесс. Общий процесс. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим программу «Культурная среда». Артур Маскотт сегодня у нас в студии. И в рамках разворота наша программа «Культурная среда». Я напомню, что сегодня в студии латвийский композитор Артур Маскотт и руководитель, художественный руководитель Рижского фестиваля, и Елена Привалова-Эпштейн, ведущая этой программы, ну и помогает Олег Пеков, Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Мы перед тем, как сделать паузу, говорили как раз об одном из концертов 13 июня, фортвияный концерт Листа и Рахманинова, и все это в исполнении Антона Лиховского. Я понимаю, что программа очень насыщена этого фестиваля. Вот насколько вы составляли, вы принимали участие именно в составлении этой программы, от кого зависел выбор, приглашение того или иного оркестра, солиста? Я бы назвал, вот именно вот этот Рижский фестиваль, конечно, работа и Латвийский концерт, и команды Латвийский концерт, и в очень большой мере тоже директора Латвийского концерта, это Гунтер Тирсис, он является и директором Зинтерского концертного зала. И это, конечно, все очень много от его инициатив тоже появляется в этом фестивале. И я думаю, что, может быть, самая главная, вот очень важная идея этого фестиваля, это повторение в Театре Дайлы, это будет начиная с 12 июня по 21 июня. Это четыре программы, которые, инициатором которых является наш знаменитый дирижер радиохора Сигвард Клява, и этот цикл называется «Кольцо Латвии». «Латвия с грядзенцем». «Латвия с грядзенцем», да. «Латвия с грядзенцем» – это напрашивается параллель «Кольцо Нибелунгов», но… Но это было когда-то в опере, когда я там работал, кстати, в 13-м году было всё «Кольцо Нибелунгов». А вот «Латвия с грядзенцем» – это прекрасная идея Сигварда Клявы, и каждый из концертов посвящается какой-то региону Латвии. Их четыре – «Тавидзенцем», «Латгалия», «Курзенцем» и «Земгалы», да. И эти вот четыре концерты, трёх из них участвует радиохор и дирижирует Сигвард Клява. Один из этих концертов связан больше с дирижером Марисом Сирмаси и с государственным хором Латвии. Это очень важно, поскольку эти программы показались в прошлом году в региональных залах Латвии, но никогда их не показывали в Риге. А сейчас вот есть возможность всё вместе объединить и показать. Это было посвящено столетию Латвии. И поскольку в «Латвии с концертом» работают три прекрасных коллектива. Это латвийский радиокор, это оркестр «Симфонета Рига» и это латвийский радио «Биг Бэнд», то мы, конечно, в свои фестивали включаем вот эти все коллективы, стараемся включать. И вот этим этот фестиваль интересен. И ещё один концерт, на который я особенно хочу обратить внимание, это один из самых-самых известных латвийских пианистов Вестерд Шимкус, который 15 июня, тоже в 20 часов вечера в Большой Гильдии, будет исполнять фортепианную программу одного только композитора, это Александр Скрябин. И это очень интересно, поскольку это великий классик русской музыки, очень такой мистический композитор и очень современный, я бы сказал, композитор, который, к сожалению, редко у нас в Латвии звучит. И вот Вестерд увлёкся этим, у него там и появятся Сиды, только с записью произведений Александра Скрябина, и вся его программа построена только на фортепианных произведениях этого Большого Мастера. И эту программу я жду с очень большим интересом. Сколько всего концертов в фестивале? Ох, сложно даже сказать. А до какого числа будет проходить? До 21 июня. И на сайте Latvies Concerts можно ознакомиться с полной программой. У меня получилось 8 концертов. Ну, так и должно быть. 3, 4, 5, 6, 7. У меня тоже 8, потому что 4 концерта, ну вот как раз как Latvies Grimms, и 4 концерта, о которых мы уже рассказали. В этом фестивале будет звучать Ваша музыка? Немножко что-то будет звучать в одной из программ Latvies Grimms. А какое произведение? Это из разных произведений. Компинировал Сигвард Клява. И это мой... Я родился не в Риге, я из такого региона Виндземы. Это более северная Латвия. И вот посвященный этому региону, там что-то он включил из моего, из моих там... У меня очень много, я сотрудничал очень много с Татвийским радиохором всю свою жизнь, фактически. И сейчас сотрудничаю. И они делают еще новое кольцо, это будет в ноябре, это кольцо Риги. Он так будет называться, совершенно новая программа. И там, насколько я понял, много моей музыки будет. Я как-то стал рижским композитором. Я знаю, что вы собираетесь еще отправиться в Беларусь, в Бресте будет концерт. Может быть, несколько слов об этих планах. Да, но те, которые следили за нашим балетным искусством, конечно, помнят и хорошо помнят ведущего премьера латвийского национального балета Алексея Овечкина, который, к сожалению, очень рано ушел из жизни, 6 лет тому назад. И вот мы собираемся, друзья его и ведущие, я бы сказал, самые-самые лучшие солисты рижского балета, мы едем в Брест, поскольку Алексей из Бреста, он радиосатом и похоронен там. И мы делаем 5 июня там концерт в Брестском театре, в ихнем фестивале, в котором ихний фестиваль будет окончать последний концерт этого фестиваля в этом году. И это балетный особенный такой вечер с видеофрагментами и с интервью с Алексеем, которые сняты. И мне надо будет вести этот концерт, и там будет что-то мое исполняться, поскольку Алексей много-то и танцевал мою музыку. И вот такое у меня предстоит сейчас на днях поездка. Артур, скажите, дирижер, композитор – это высшие ступени в музыкальной иерархии. Как вы стали композитором? С чего вы начинали? Спасибо за вопрос. Мне кажется, что высшая ступень – это любой музыкант, который очень хорошо и в высоком уровне работает. Это нельзя отделить композитора или дирижера от всех музыкантов-исполнителей, поскольку нас поднимают только музыканты-исполнители. И если не будет прекрасных музыкантов-исполнителей, то я могу дома на своих бумажках, не знаю, что написать, это все никуда. Во сколько лет вы начали писать? Когда было написано первое произведение? Мама сохранила какой-то листок, когда мне было 5 лет. Но я сам говорил тогда, что я что-то сочинял. Но я сам сейчас смотрю на этот листок, и я не понимаю, что я там думал. Ну, если серьезно, то это, конечно, где-то во время музыкального училища начались такие первые работы. А играли на чем? На каких инструментах? На фортепианом. Потом я учился на музыкальном теоретическом, а уже в Латвийской государственной консерватории, которая сейчас называется Академия, и вот тогда я закончил уже класс в композиции. А была потребность познакомиться со всеми музыкальными инструментами, попробовать на них научиться играть, чтобы лучше чувствовать фактуру и писать для этих произведений? Например, попробовать играть на скрипке, на виолончели, чтобы написать, например, концерт для виолончели с оркестром? У меня есть концерт для виолончели с оркестром, но я сам на виолончели ничего сыграть не могла. А вам подсказывали, вы брали какие-то консультации у научилистов, чтобы написать более удобно? Да. Или как-то... Я работал, я всегда стараюсь работать с музыкантами, если мне что-то непонятно или что, я просто спрашиваю. Но сейчас я сам в Академии преподаю именно инструментовку, поскольку мне как бы надо это все знать, но это, знаете, такой космос, где всегда все знать просто невозможно. Для наших радиослушателей это такой предмет, где композиторы и теоретики изучают музыкальные инструменты симфонического оркестра, как они звучат и читают огромные партитуры. Кстати, вы хорошо читаете партитуры? Я надеюсь, что я читаю. Я бы сказал, что я уже могу что-то учиться от своих студентов тоже, потому что всегда интересно. Это сразу дает какие-то новые заряды энергии, и они мне показывают что-то такое, чего я не знаю. А композицию преподаете? Преподавал. Сейчас у меня больше вот инструментовка истории оркестровых стилей, именно курсы вот отдельных там, ну, истории музыкальных инструментов и такое. И импровизации еще, которые близко соприкасаются с композицией, конечно. Для кого, может быть, было ли, когда вы писали специально для конкретного исполнителя, может быть, какие-то примеры известных музыкантов, для которых вы писали музыку? Ну, их много, и я благодарен, очень благодарен им всем, всю жизнь не повторяю, всю жизнь. Говорю, что я очень благодарен музыкантов, без них ничего не было бы. Но таких музыкантов, с которыми мне пришлось работать, и которых я очень-очень люблю, таких много. Ну, вот, работал и с Гитоном Кремером, и с Кремератой Балтика, и работал, конечно, с нашим национальным симфоническим оркестром, вот, с радиохором, с дирижером Сигвардом Клявом. Мы просто и хорошие друзья, но он всегда находит что-то такое интересное, и он меня иногда бывает беспощадным ко мне. Он говорит, ну, ты можешь еще там и так, и так, и это совсем не получилось. И такое, я вот это мнение очень уважаю. Работал с Андрисом Нессоном, и он дирижировал мои сочинения, и сейчас я на него пишу. Например, Мстислав Ростропович некоторых композиторов прям фактически заставлял писать для виолончели. У вас есть какие-то прецеденты, когда солисты, ну, требовали от вас написать концерт, там, для фортепиано с оркестром, или сонату для скрипки соло? Ну, царство небесное Мстислав Ростропович, он даже Прокофьев мог заставить, писать, когда Прокофьев как бы терял надежду, что вот там в сталинское время ему не очень легко все было, вот некоторые очень трудные моменты были. И тогда к нему приходил совсем-совсем молодой, чуть-чуть за 20 лет ему было Мстислав Ростропович, и вот этого именитого мастера поднял как бы на новую волну творчества. Вот такое бывает. Я знаю, что я говорю, поскольку у меня одна неделя такая очень хорошая получилась вместе с Ростроповичем, и очень много смогли тогда обговорить. Он был неделю в Риге, и я эту неделю оказался совсем рядом с ним, и мы очень много переговорили, он об этом рассказывал. Также он вдохновлял Шостаковича. Это такой фантастический музыкант был, от него просто такое напряжение шло. Это что-то такое, от чего я буду помнить всю жизнь. Но у меня было такое, что исполнитель заставляет, когда у меня как бы кажется, что ничего не получается, и что силы уже кончились, и что все уже бессонница просто, то исполнитель может тебя вдохновить. Вдохновить, да, конечно. Он может показать, может быть, иногда даже какой-то путь. А бывало такое, что, например, вас попросили написать сочинение, вы согласились, а вот амуза не приходит? Вдохновения нет, писать не хочется. Именно для этого исполнителя? Ну, бывало по-разному, но вообще-то надо как-то иметь какой-то просто в себе какие-то силы искать, потому что Петр Ильич Чайковский очень правильно говорил, что муза не любит ленивых. Она не приходит, если человек не трудится. И я сам по себе знаю, поскольку я человек очень ленивый. И вот эта ленивость преодолеть, и тогда, когда уже включаешься, тогда это начинает что-то там происходить, потому что если будешь только ходить по лесу и лежать на диване и ждать вдохновения, ничего не получится. То есть это вот как не дня без строчки у писателей, вот есть девиз, что обязательно нужно сесть. Вот у вас есть какое-то время, которое вот как писатель приходит к столу обязательно, вот у него там с 10 до, не знаю, там до полудня? Лучше утром, пока еще политических новостей не прочел. Как Сезар Франк. С 4 до 6 вставал, писал именно музыку. Да, еще никто не позвонил. Ну, поэтому лучше утром, когда голова свежее. Но бывает и ночью. Я очень был по-разному. А вы пишете, как бы вот садитесь за стол и пишете музыку или за фортепиано? У всех же композиторов по-разному. Как у вас? И так, и по-другому. Я обязательно должен иметь фортепиано. В моем кабинете есть фортепиано, рояль даже. И тут же рядом письменные истории. Иногда я поворачиваюсь туда-сюда, туда-сюда. Бывало, как у Антонио Вивальди, когда он во время мессы вдруг услышал тему фогии и быстренько удалился в резницу? Так и вы. Преподавая инструментовку, вам пришла идея, вы сказали, ребята, подождите. Бывает. И бывает так, что едешь на машине и должен остановиться и зафиксировать какой-то там мотивчик. Бывает. Потому что он очень быстро ускользает от сознания. И можешь доехать до дома и уже не помнить, как там выводят. А вот мотив приходит с каким-то определенным инструментом, с гобоем, со скрипкой. Иногда да. Или есть прямо такое тембровое? Да, у меня так бывает. А вот годы, проведенные в театре, когда вы писали музыку для театра, насколько вот это, ну, вроде бы, такая утилитарная задача, вот написать музыку для спектакля. И ведь есть осознание того, что, может быть, этот спектакль пройдет, а музыку никто не услышит. Вот эти вот моменты. Я очень много работал для театра, и в каком-то аспекте это помогает композитору. Я сейчас не отказываюсь от театра, если есть время. А больше 100 спектаклей получилось, начиная там с 82-го года. Я же 17 лет был в театре Дайлы, руководителем музыкальной части. Поэтому мне пришлось довольно много, но я очень много там встретился с интересными артистами и с режиссерами. Потом был оперный период, тоже 17 лет. Так что всякое было. Иногда было так, и в последние годы, что музыканты, которых я приглашал писать для театра, ну, мои какие-то композиции записывать в студии, да, и что-то мы там работаем, они потом обращаются и говорят, сделай из этого сьюиту, мы будем играть. И так и получилось иногда. Так что я не жалуюсь. Что-то там теряется, что-то уходит. Так и есть, что-то уходит. И что-то иногда самому кажется неплохо сделано, а в спектакле он не подходит. Ну, что поделаешь? А бывает, что режиссер вот как раз говорит, а мне нужна какая-то тревожная музыка, а мне нужно вот здесь, чтобы вот какой-то был... Это хорошо, если он так говорит. Потому что иногда бывает, что он приглашает и говорит, смотри, там репетиции и придумай что-то. Тогда для меня труднее. Если он мне дает задачи, то для меня это легче. А оперные постановки, которые... Ну, вот у вас была опера и балетные постановки, вы их писали по заказу, или это были сначала написаны сочинения, которые потом поставили? Ну, заказ, конечно. Сейчас, мне кажется, больших таких произведений никто в стол не пишет. Это же огромное время. Там оперу где-то два года уходит на это, чтобы написать там все всем клавиром и все всеми этими инструментовками и все далее. Если это большая опера. Так что это был заказ нашего оперного театра и на одну вещь, и на другую. Так что, ну, когда, конечно, тему я стараюсь выбрать сам. Либретто, да? Либретто тоже потом уже. А над каким произведением сейчас работаете? Или какие задумки есть на ближайшее будущее? Ну, это то, над чем я сейчас работаю, это заказ бостонского симфонического оркестра. Это Андрес Невосонский. Что? А потом это будет... А симфонию пишете? Ну, не симфонию. Это такой, не настолько вот такого объема, но меньше он, такое симфоническое произведение. И потом это предназначается для лептического геванхаус-оркестра после Бостона. И потом, ну, есть идеи, хорошая идея, мне кажется, с Ксенией Сидоровой и нашим национальным оркестром. Это на следующие годы Рижский фестиваль. Ну, кстати, концерт для аккордеона с оркестром. Аккордеон с оркестром, да. И потом, там дальше еще какие-то вот, ну, где-то на два года вперед, мне, в принципе, дай Бог здоровья и... Я как органистка и... Что у вас? Я знаю, что вот написано у вас лакримоз для хора органа и струнного оркестра. А органа что-нибудь еще есть? У меня очень мало для органа. Есть одно рождественское такое, рождественское, как оно называется, прелюдия, хорал и вариации. Как у Фанка. Да, рождественскую тему. Вот это Ива Тапка, она играет. А, прекрасно. Она сыграла это... Наша самая известная конистра. В Гамбурге она сыграла это тоже в этом новом зале. Но это чисто, вот, это можно играть только в рождественский период. Это там такая тема, музыки, это как бы рождественский хорал, да. Но вообще-то, надо сказать, что для органа у меня не очень много музыки. Какое ваше самое любимое произведение вот вашего творчества? Ну, вот, когда мне было пять лет, вот этот листок. Ну, а сейчас? Ну, я не знаю. Можете выделить что-то, вот, ну, прямо что-то настолько родное, что самое любимое? Ну, такое трудно, конечно. Ну, может быть, я бы сказать, что самое известное, это танго для симфонического оркестра, которые играли многие оркестры и в Латвии, и за рубежом. И этот танго стал один из таких победителей с лондонским симфоническим оркестром, ну, бабы канхала в Лондоне, и поэтому он стал бы, как бы, может быть, самым популярным моим произведением. Я не знаю, это не самое лучшее, но мне очень трудно судить это как в семье с детьми, ну, кого там назовешь. Ну, да, как раз родители-то очень трепетно к детям относятся. А как вы к критике относитесь? Критика не всегда благожелательна. Может, настолько же ранить, как Рахманинова, который мог потом целый год или два года вообще не притрагивался? Ну, конечно, может, но надо, конечно, сохранить какую-то ясную голову и питаться из всего даже негативного, чтобы вылечить для себя какую-то истину или какое-то, вот, какое-то что-то ценное оттуда взять, ну, из этой критики. Но вот если говорить о произведениях, то иногда бывает так, что вот то, что мне как-то ясно, что не совсем получилось, что вот это может быть очень любимым произведением, но оно как больное немножко, да, и оно не даёт покоя мне, да. А вот то, что всем кажется вот это там, да, это хорошо, мне самому это так, я немножко резервированно отношусь к этому. А вот те произведения вы пытаетесь улучшить, если, ну, как вы сказали, больное? Или вот оно всё-таки, оно ваше, оно сделано? Бывает, бывает, особенно после премьерии мне хочется там ещё то, то, то. Я из таких, которые, таких композиторов, которые не могут потом отойти от этого. Мне надо ещё там что-то там, и репетиционный период, поэтому у меня иногда бывает не очень простой. Как Леонардо да Винчи, который не мог закончить картину, у него буквально вот вырывали заказчики, не могли, потому что он всё ещё хотел заработать. Это мне говорит Сигвардск, я вот давай отнимем у тебя, ну, ты заканчивай. Да, ну что же, на самом деле, вот, к сожалению, у нас время подошло к концу, и огромное спасибо. Мы говорим Артуру Масклацу, который нашёл время прийти к нам в студию, замечательный, прекрасный композитор, руководитель художественно-ирижского фестиваля, который посетить мы всех приглашаем на latvesconcerty.lv, подробная программа фестиваля. Елена Привалова, Эпштейн, Олег Пека, сегодня были в студии. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам.